Сотрудники Управления природы и парков Израиля выпустили в Средиземное море шесть спасенных детенышей черепах. Рептилий нашли после разлива нефтепродуктов в середине февраля. Спасенных черепах долго и тщательно очищали от нефти. Маслянистое вещество попало даже в дыхательные пути и пищевод. Поэтому рептилиям сделали промывание желудка, причем с помощью майонеза. Оказывается, он хорошо разрушает нефтепродукты и очищает внутренности. Во время экологической катастрофы в воду попали тонны мыслянистого вещества, напоминающего мазут. В итоге 150 километров береговой линии Израиля оказались загрязненными. На пляже выбросило 29 погибших зелёных черепах и лагерхедов. Оба вида редкие. «Это особенные виды, им угрожает исчезновение. Поэтому каждая черепаха, возвращённая в море, если выживет, то даст жизнь другим черепахам. Это, может быть, предотвратит вымирание. И тогда наши дети и внуки тоже увидят морских черепах». Спасённых черепах решили выпустить в море в пяти километрах от побережья. Там меньше угрозы от хищников и морского транспорта. «За один день мы нашли шесть черепах, пострадавших из-за разлива нефти. Прошло больше месяца, и теперь они готовы вернуться в море». Природозащитники напоминают, что морскую среду нужно ограждать от возможных разливов нефтепродуктов. В противном случае может погибнуть много морских обитателей, в том числе редких.